Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эти смыслы, которые мы слышали в песнопениях, во вступлении Господь, призывы, отклики. Это удивительная тайна, которая происходит в нас под воздействием Духа Святого, и мы обучаемся постоянно являть Тебя, Господь. Слава Тебя! Благослови это время, это слово во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. В слове «вступление» прозвучали акценты на обучение Духом Святым, обучение дидаско – это как студентов и учеников, обучение напоминанием, обучение защитой, защищенностью, обучение заботой. Обучение откровениями Слова Божьего. И также обучение ситуативное, когда независимо от того, в какой ситуации мы находимся, а особенно, когда эти ситуации бывают сложными, Он обещает и Он это делает. Слава Господа! А сегодняшнее слово, оно возникло у меня по мысли, которую пастор Матти прислал, о посещении Бога в нашей жизни. И я подумал о том, что эти посещения можно проанализировать и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это хорошее исследование. Мы видим заботу Бога. Мы видим, как Он вокруг нас и там, и в Ветхом Завете, и в Новом Библии. И также мы переносим это на действительность, актуальную нашу действительность. Посмотрите. Адам и Ева были вынуждены покинуть Эдемский сад. Но перед этим произошло чудо. Перед этим и ходил Господь в кожаные одежды. Для этого нужно было принести в жертву животное. И как выйдя из Эдемского сада, Он обучает. За этой семьёй стоит Он. Его инициация. Рождается Каин. Рождается Авель. И вот Авель, слыша, что говорят его отец и мать, он начинает приносить в жертву животных. Каин решает принести в жертву или же дары Господу от плодов своих рук. Как Господь, можно было бы сказать, ополчается. Он учит. Он учит Каина. И это учение о жертве. Если ты не делаешь добро Божье, то на пороге грех лежит. И на пороге лежит также жертва. Ты возьми эту жертву. Принеси её. И тогда ты властвуешь над грехом. Удивительное учение – это посещение Бога. И как Каин к этому относится. Потом мы видим с вами другие разговоры. И одно из размышлений Господа – это в шестой главе «Бытие», когда он выражает сожаление на тысячелетия вперёд. И это сожаление о том, что эти первые люди, которые произошли после изгнания из Эдемского сада, они осуетились в своей жизни. Они перестали думать о духовной составляющей. Они перестали ценить общение с Богом. И Господь выбирает в себе того, кто слышит его. Ноя. Он посещает Ноя. И это посещение Ноя, разговор, шестая, седьмая глава, восьмая глава «Бытие» – это же спасение людей. Все люди, живущие сегодня в мире, мы произошли от этого семейства Ноя. И там был потоп. Но перед этим 120 лет мной строил корабль. Приходили любопытные и спрашивали, что такое невиданное. Они смеялись. Бесполезная работа. Какой потоп? Ну ты что? Понадобилось построить целый ковчег, чтобы привлечь внимание к духовной жизни. 120 лет он строил. Да не только строил. Он был передаточным лицом, который все время находился в посещении Господа. Как важно для всех окружающих. Он строил и говорил, строил и говорил. А когда закончилось это путешествие, потоп произошел, и вот это море, океан бушующий и завершается, и он начинает жизнь всего семейства с принесения жертв, множества животных. Он приносит. Это видение могущества Бога и защиты Бога, это посещение приводит его к тому, что он не пренебрегает, а обостряет для всей семьи. Потом сложности были. 300 лет еще прожил Ной и увидел эти сложности. И Господь делает новое. Он посещает Авраама и разговаривает с ним. Он раскрывает перед ним перспективу. В эту перспективу нужно войти, оставив и свой дом, и свое родство, и ближних, и дальних, и пойти в землю, которую Бог укажет. Можно было бы сказать, но это же плохо. Бога, семья, народ. Да, звучит и кажется, что это не особенно хорошо для тех людей, с которыми Авраам был. Бог спасает всех, потому что Он сделает от Авраама и Сары. Удивительный народ. Он подарит, это Он подарит Авраама сына. Авраам, он уже старец, и Господь дарует. Посещение за посещением. Кроме того, всякое посещение, как мы с вами сейчас пели песни, и каждую песню можно было бы записать и сказать «Аминь», так и есть. Происходит посещение Бога Духом Святым, обучение. развивая мы, слушая эти песни, эти слова, которые Бог дарует людям, которым даны дары людьми. Это и пасторы, и евангелисты, это учителя, это старейшины, это дьяконы. И все время происходит это удивительное событие, когда в нашем мозге, в нашем уме, это не одно и то же, мозг и ум. Ум – категория души, мозг – это наш компьютер. Через него мы воспринимаем мир, через него и им мы выстраиваем наше мировоззрение. Я имею в виду, воспринимая от Бога, мы формируем мозг. Да, вообще, генетически мы формируем очень многое. Слово Божье формирует новую генетику нашего тела. Эти посещения Аврааму было сказано, вот его уже семья Исаак, вот внук Яков, у Якова двенадцать сыновей. Об одном сыне говорится удивительное, как Господь, причем 37-я глава этой книги бытия, такая фраза, мне она очень нравится. Вот жизнь Якова Иосиф. Что это обозначает? Да, он любил Иосифа, но это были не только изящное одеяние, которое Яков даровал Иосифу, любимому сыну. Нет, это была жизнь, как во вступлении пастор Нурлан говорил. Мы свидетельствуем о Боге и словами, и жизнью. кто рассказал Иосифу о Аврааме, о Исааке, о тех посещениях, которые были. Яков рассказал. А потом произошли посещения личного характера для Иосифа. И такие могущественные мы не знаем, какие шли разговоры у Бога с Иосифом. Но мы видим те поступки, действия, объявления о сновидениях, которые ему были сказаны. И это были пророческие откровения, которые подарил Бог. Это было только в Ветхом Завете? Нет. Нет. Господь того человека, которого братья, не понимая и не принимая те божественные дары, которые говорил и предоставлял им Иосиф, они сначала хотели его убить, ненавидели. Они кличку ему дали сновидец. И они хотели избавиться. И потом мы решили продадим его измаильтянам. И продали на рынок в Египте. Почему на рынке в Египте Иосиф Иосиф стоял в клетке, но свободный, потому что было у него посещение от Бога. Ему необходимо было... Вот мы пели в песнях «Я жажду тебя». Покажи себя. И мы смотрим на жизнь Иосифа в Ветхом Завете и мы видим Бога. Он созидает этого молодого человека и он приводит к нему людей. Это и начальник телохранителей фараона величина большая. Господь его привел на рынок рабов и тот видел обыкновенных людей и вдруг засияло что-то. Он увидел человека, который что-то говорил ему, находясь в этой клетке. И это было не человеческий язык. Это было убеждение «Вот он, кто тебе нужен». Так произошло и с нами, когда из множества голосов, которые мы слышали, вдруг мы обнаружили некоторый голос обыкновенного человека, который говорит о тех вещах, которые когда-то слышали, что-то было. Но так складно, так хорошо, что это было. Для Патифара это было посещение Бога через Иосифа. Для нас с вами посещение Бога через проповедника, через церковь. Что оно приносит нам? книга притчи, 10 глава, 22 стих. Благословение Божье, оно не приносит беды, оно благословляет. Посещение Божье – это такое благословение, когда встреча происходит. отголоски этих посещений мы обнаруживаем в том, что мы понимаем, что я как-то по-другому говорю. Откуда-то берутся слова, откуда-то происходит в яркое воспоминание того, что говорилось проповедникам или же мы читали в Библии. Откуда-то приходит особенное состояние покоя, приходит радость и песня, приходит желание поделиться Господом с другим человеком, как делились с нами. Так было в те времена в Ветхом Завете. А вот Новый Завет в Новом Завете есть такая интересная фраза молчавшего длительное время священника. Это Захария. У него родился сын, о котором сказал ему ангел. И не только родился сын, когда ангел говорил о том, что родится у тебя сын, он будет тем, кто предшествует Господу, будет говорить о Господе и познакомит людей с Господом. Большая радость для священника услышать такие слова. Но, наверное, досада, но не вовремя пришел ангел. Я уже старый, моя супруга старая. И он стал оправдываться, что ты не с тем разговариваешь первое Евангелие, а вернее, первая глава Евангелия от Луки. И ангел сказал, я с тем разговариваю, но теперь ты будешь молчать и будешь наблюдать славу Божью. На него родился сын. И вот в первой главе звучит гимн Захарии после того, как родился сын, и он заговорил. И в этом гимне звучит такая интересная фраза. Он говорит в 76-м стихе «И ты, младенец, назовешься пророком Всевышнего, ибо предойдешь перед лицом Господа приготовить пути его, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». И вот важная фраза посещения «По добросердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше». «Восток» – это слово «Анатолин». Это обозначает восход солнца. наступил новый день. Наступает новый день, когда состоится или состоялось пришествие «Родился Иисус Христос». «Было Слово, Слово стало плоти, обитало среди людей, полное благодати истины, могущества, наступила новая эра. Бог наш» здесь написано «По добросердечному милосердию, пониманию, что без этой жертвы, без Сына Божьего, который родился как человек, будучи Богом, никогда не произойдет этой смычки Бога святого и чистого с греховными людьми. Это его замысел был, замысел Отца и осуществление Сыном. По великому милосердию Бога нашего наступил во времени летоисчисления человечества тот день. Новая заря, новый свет, когда те, которые жили раньше, им было сказано об этом дне, они ждали. И когда мы с вами живем в это время, и у нас есть это посещение от Бога, каждый день мы, мы можем превращать в удивительное посещение Богом, потому что Он рядом. По своему сердечному, добросердечному милосердию Он посетил нас. Наступил новый день, в котором мы с вами живем. Это новый день нового завета, завета между Богом и сыном. И сын принял эту любовь, особенную любовь, которая у Бога имеется к нам. И сына ее принял. И ради нас, и глядя на нас, у Него не было сомнения, у Него была большая радость, Ему предоставлялась эта удивительная возможность сотворить весь этот мир. Через Него Отец сотворил весь мир. Он посетил нас по добросердечному милосердию Бога нашего, которым этим милосердием, благодатью и любовью посетил нас этот восход нового солнца, новой жизни свыше. Для чего 79 стих? Чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной? Ха! Ну, конечно! Кто может открыть глаза человеку который духовно слеп? Который взывает посети меня, покажи себя. И он пришел посетить сидящих во тьме и в тени смертной. Сидящих в тени смертной. А если взять нынешнее время? У людей в обществе не принято разговаривать о смерти. Ее пытаются отдалить даже умственно далеко. А он пришел, чтобы победить ее, чтобы победить эту смерть. И всякий, кто поверит в него, так было определено отцом. И так было сказано Иисусом в Евангелии от Иоанна 3 главе в 16 стихе. Ибо так возлюбил Бог мир, что он отдал своего сына единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И сын говорит эти слова, и другие в Новом Завете прикасаются своими посещениями к людям, изменяет их, точно, как и написано в послании к римлянам в 8 главе. О том начале, которое Бог сделал для нас, еще ничего не было сотворено, но он уже знал каждого из нас, предузнал нас с вами, кто поверит в Иисуса Христа, и уже предопределил, какие мы будем. То, что говорилось во вступительном слове, наши жизни меняются. Почему? Потому что это то самое желание Отца по отношению к людям, которые родятся и будут жить в этом мире. И он определил, что наши горизонты – это горизонты подобия, преображения в образ его сына. Он нас предузнал. Он нам предопределил такую жизнь. Он нас призвал. Мы откликнулись. Он нас оправдал. И он нас прославил. Об этом сказано. Мы с вами живем, когда мы изучаем Слово Божье и ведомы Духом Святым, и находимся в этом посещении Отцом, Сыном, Духом Святым. Дух Святой в нас. И он раскрывает наши сердца и делает их восприимчивыми для того, чтобы мы наслаждались этим посещением. Послушайте, если я чем-то расстроен или нахожусь в негодовании, я растрачиваю свое время. И понимая, что это время уходит, я начинаю петь и славить Господа, и тут же происходит посещение. Потому что Господь рядом, Он никогда не покидает нас. И когда мы с вами начинаем откликаться на Его присутствие, то обязательно будут дары и благословения, которые написаны в послании к Ефесянам в первой главе третьем стихе Господь благословил нас всяким благословением, находящимся и сосредоточенным на небесах, где в Иисусе Христе. мы вообще с вами особенные люди уже в том, что находясь в этом мире, мы, кроме того, находимся в Иисусе Христе. Мы находимся в какой-то географической точке этого мира, но также мы находимся с вами в престольном зале милости и благодати. И в этом престольном зале это небесный зал. Послание к евреям, 4 глава, 16 стих, кроме, между прочим, это будет и тема нашей конференции Петрокон 23, 2023 год. Приступая смело к престолу милости и благодати. Каким образом? В Духе Святом. В Духе Святом происходило и реальное восхождение Иоанна Богослова на небеса книги Откровения. И в Духе Святом мы с вами реально, духовно находимся в престольном зале милости и благодати. В Духе Святом мы с вами реально видим Иисуса Христа гуляющего среди семи светильников. Семь святильников это его мудрость любовь благодать это удивительно книга Откровения первая глава захотелось Иоанну Богослову увидеть кто это с ним разговаривает и он повернулся и увидел первое семь светильников церковь и второе среди этих светильников а у них там сложностей много достаточно ходит Иисус Христос и третье он обнаружил что Иисус разговаривает и совершает свои послания пастором церквей Иисус разговаривает с церковью какое посещение а третья глава книги Откровения двадцатый стих он даже стучит в двери церкви которая закрылась в своих делах ей нравится нечто собственное а Иисусу нужно быть там и он говорит кто откроет дверь с тем я буду вечерять и он со мной невероятные посещения поэтому в послании к Ефесянам в пятой главе в восемнадцатом стихе второй части говорится я передам смысл давайте так я прочту а потом немножко поясню что в реальности написано в этом месте послание к Ефесянам пятая глава восемнадцатый стих вторая часть но исполняйтесь духом слово исполняйтесь будьте исполнены духом послание написано к церкви в Ефеся и Господь предлагает Ефесянам вы придите в то место где вы будете исполнены духом придите в церковь и вы будете исполнены духом назидая самих себя псалмами словословиями песнопениями духовными поя и воспевая в сердцах ваших Господа посещение Господа наполнение духом и в духе мы разговариваем с Господом мы Его славим мы жаждем Он является нашим источником жизни и мы 20 стих и мы благодарим всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа повинуясь друг другу в страхе Божьем в поклонении Бога повинуемся друг другу мы слышим друг друга мы слушаем мы смиренные удивительно посещение Бога производит воздействие духовное из духовного оно заливает наши пять категорий души ум эмоции волеизъявления совесть самопредставления и вот уже в этом удивительном духовном посещении апостол Павел пишет в послании к Галатам чудесную чудесную фразу это это фраза которая родилась из посещения Господом его он пишет во второй главе девятнадцатом стихе послания к Галатам я сораспялся со Христом и уже теперь не я живу но Христос живет во мне и через меня а то что вы видите меня во плоти то я живу по вере в Иисуса Христа и что же происходит от того что ты Павел живешь таким образом что живет в тебе Христос ты идешь в Галатийскую церковь пишешь послания изобильные в Рим в Колоссе Фессалоникийцам ты заботишься о филиппийцах находясь в тюремной камере ты преисполнен радостью только ли ты нет ты еще это все пишешь и посылаешь и мы имеем Новый Завет и как Иисус говорил и Дух Святой наставит вас на всякую истину которую я говорил вам посещение Бога это удивительное откровение которое изменяет нашу жизнь некоторые из них могут быть похожими на откровения человеческие но мы во Христе во Христе и мы поем и славим его потому что наступил этот день наступил день когда он явился в этот мир и обучал и совершил и завершил то что должен был сделать Евангелие от Иоанна 14 глава 23 стих тот кто любит мои заповеди к нему мы с отцом придем и с кинью сотворим и будем общаться мы с отцом отец сын тот кто любит слово Божье рожденный свыше он находится в святом духе все трое вся троица вместе и мы вместе аминь отец наш небес мой благодарный тебе за это удивительное время благословите слова которые были сказаны может быть среди слушающих это слово по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего личного спасителя скажите простую молитву дорогой Иисус я грешный человек прошу тебя прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь посещай меня приведи в живую церковь люби прощай ободряй во имя твое мой Бог и спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь аминь христос христос